Всем привет! С вами Вячеслав Витик. Сегодня я прям в кайф поиграл на Чизкоме и покажу одно из своих творений. На мой взгляд классная получилась партия. Давайте обо всем по порядку. Я играл белыми фигурами, черными, международный мастер, Азербайджан, Логин, Харви, SP123. И поехали. Конь Ф3, Ж6, Ж3, слон Ж7, слон Ж2, Б5. Да, далеко не самое популярное продолжение, но вполне возможное. Идея в том, чтобы фианкетировать и второго слона на большую диагональ, ну и к тому же где-то помешать белым сыграть С4. Но из минусов, конечно, надо отметить тот факт, что ферзевый фланг может быть в дальнейшем атакован, да, и это возможно ослабление. Но двигаемся дальше. Я сыграл 2-0, слон Б7. Здесь, как мне кажется, я придумал неплохую идею. Пошел Е3. Идея в том, чтобы с темпом пойти на Е2 ферзем и где-то потом Д4, может быть ладья Д1. Да, это все где-то встречалось. Следует ход С5, ферзь Е2, А6 и А4. Сразу привязываясь к пешкам ферзевого фланга. Да, здесь встает вопрос, как играть черным. Вариантов несколько. Б4, БА. Но вот после Б4 я планировал играть Д4. И как мне кажется, это позиция с перевесом у белых. Соперник сыграл по-иному. Ферзь Б6, на мой взгляд, не лучшее решение. Все-таки черные пренебрегают развитием. Я играю Д4. Темповой ход. Ясно, что здесь пешку бить фактически нельзя. Следует ход С4. И КС3. Возможно, еще сильнее был ход Е4 сразу по центру. Но очевидно, что при таком пешном центре и небольшом отставании в развитии, нерокированном короле, у белых однозначно явно лучше. Но я сыграл КС3. Тоже хороший, классный ход. Следует ход КНФ6. И здесь Е4. Да, я все выбирал то ли сначала побить АБ и смести с доски ладий. Но мне показалось, что все-таки Е4 более жесткий ход. И как мне кажется, я оказался прав. Следует ход Б4. Ну, здесь заготовленный ход темповое Е5. Под боем КНФ6. Соперник играет БЦЕФ. И слон Ф6, БЦ. Давайте взглянем на эту позицию. Вновь по-прежнему на лицо тот факт, что король не рокирован. Плюс ко всему, где-то пешка на С4 подвисает. Позиция белых явно лучше. Следует ход ФСЦ7. Черные все-таки не хотят отдавать пешку на С4. Но после слона А6 возникает другая проблема, как рокировать короля. Черные сыграли Д6, ладья АБ1. Вновь сильнейшее продолжение слон Д5 и ладья ФЕ1. Тоже опять первая линия. Следует ход КНС6. Да, вот здесь все-таки я не нашел сильнейшего продолжения. Хотя оно тоже на поверхности. Здесь надо сыграть КНД2. И после слон Ж2, король Ж2 возникает вопрос, как защищать пешку на С4. Дело в том, что после Д5 белые могут сыграть ФСФ3. Здесь сразу две угрозы. Грозит ФСФ6, пользуясь тем, что связка. И грозит также ход ФСД5. Ну а скажем на ход ФСД6. Можно пойти ладья Б6. То есть опять крайне неприятная связка. И на ладья С8 просто откушать пешку. Уже лишняя пешка. Плюс ко всему король не рокирован. И конечно разница в активности фигуры, она впечатляет. То есть ходом КНД2 по сути я заканчивал партию. Я же сыграл КНГ5. Что в принципе тоже не выпускает перевеса. Но все-таки здесь он чуть меньше, чем нежели после КНД2. Соперник здесь играет слон Ж2, король Ж2. И здесь допускает уже решающую ошибку. Плохо или хорошо, но нужно было бить на Ж5. И после слона Ж5 делать все-таки короткую рокировку. Да, здесь черные без пешки. Плюс ко всему слабые черные поля. Но все-таки здесь еще предстоит реализация. И какая-то борьба есть. Хотя понятно, что позиция белых должна быть объективно близко к выигранной. Соперник же сыграл вместо... Да, соперник вместо слон Ж5 сыграл в Д5. Здесь следует уже не сложная тактика. Шикарный удар, конь бьет Ф7. Следует... Да, соперник сыграл ладья Ж8. Но отмечу, что после короля Ф7 белые дают шаг на Е8. И на король шаг на Е6, и на король Е8 бьют на Ф6. Здесь еще и под боем ладья на Аш8. Да, но эта позиция, конечно, не держится. Соперник же сыграл ладья Ж8. И здесь не сложная ФСЕ6. Угроз очень много. Черный играет слон Ж7. Ну и после конь Д6 партия фактически заканчивается. Здесь мой соперник сыграл ФСД6. И после ФСД6 признал себя побежденным. Ну и отходить королем некуда. На Ф8 получат мат с Ф7. Ну а на Д8 здесь можно прихватить еще и ладью. Да, вот такой вот тотальный разгром. Буквально в 22 хода. Который я ученил своему сопернику. Я в конце не поленился. Давайте даже вам покажу. Посмотрел количество... Ну вот точность игры. Ну все вы видите, все вы знаете. Количество совпадений, назовем это так. Так, я думал, что у меня даже будет больше. Но вот 96.3. Но на мой взгляд, за исключением хода конь Ж5. Давайте я вам еще покажу этот момент. Да, вот здесь вместо конь Ж5 сильнейший ход был конь Д2. Но вот за исключением конь Ж5, на мой взгляд, я действовал образцово-показательно. И мне эта партия очень понравилась. Да, может быть здесь нет прям очень красивых спецэффектов. Но качественная и заслуженная победа. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.